Братья, вот вы видите, да, что происходит здесь в Бильме. То есть мы раньше говорили, что здесь была блокада информации, что мы об этом мало что знали о наших братьях-вараканцах. Вот теперь вы стали сами очевидцами, да. Вот просто понимаете, если мужчина плачет, проливает слезы, это что нужно сделать для того, чтобы заставить заплакать мужчину. И вы понимаете, в каковой ситуации должен находиться человек, чтобы мужчина пролил слезы. Ну, альхамду лиллях, вся хвала принадлежит Аллаху. Все, что происходит, происходит только соизволением. Значит, в этом есть хейт и в этом есть хикма мин Аллахи аззава джалла. Аллах Субхану Ва Тааля в Коране говорит, «Ва ма таща уна илля айяща Аллах». Вы не пожелаете то, что не пожелал Аллах. Все происходит по воле Аллах Субхану Ва Тааля. Альхамду лиллях, в уме есть мужчины, которые, иншаллах, могут постоять за слабых, притесненных людей. И то, что мы сегодня показываем, и пусть не обольщаются те, которые думают, что мы показываем какую-то слабость. Вопросом, да, для нашей ум мы доносим ту реальность, которая происходит в Бирме, чтобы каждый принял какое-то участие в делах мусульман, чтобы делали дуа, чтобы материально помогали. Это делается не для того, чтобы мы пролили слезы и так далее. Мы делаем, чтобы ума видела, и у них была мотивация помогать мусульманам, оказывать всяческую поддержку. Чтобы не отсиживались дома, чтобы не копили свои сокровища и так далее. И думали, что весь мир это в розовом цвете, и все люди живут в достатках. Нет. Вы должны понимать, что, Субхану Аллах, те деньги, то имущество, которое вы приобретаете, если вы не будете расходовать их на пути Аллаха Субхану Ва Тааля, то все это улетучится и станет ничем для вас, и обернется для вас большими последствиями. Люди, которые тратят, делают исраб, Субхану Аллах, тратят попросту денег на разные вечеринки, на свадьбы и так далее. Аллах Субхану Ва Тааля назвал этих людей братьями Иблиса, братьями шайтана. Я, Субхану Аллах, то, что я это говорю, это не потому, что мы как-то имеем какую-то зависть к вам. Нет. Люди, которые тратят деньги на харамные цели, у нас просто, как мусульман, жалость к вам, Субхану Аллах. Мы же просто, это как бы своего рода приказывать делать одобряемое, запрещать порицаемое. Субхану Аллах, почему вы не расходуете на пути Аллаха Субхану Ва Тааля и не тратите их для таких притесненных людей в Бирме, в Сомали, в Шаме, в Африке? Субхану Аллах, лучшая инвестиция, лучший вклад в этом дуне, в этом дуне это для Ахир. Аллах Субхану Ва Тааля в Коране говорит, этот бренный мир, перед вечной жизнью, ничто, ничто. Вот вы можете представить, делайте этот одобр, задумайтесь над этим аятом. Мы поэтому просим Аллах Субхану Ва Тааля, чтобы он укрепил наших братьев-аракянцев, чтобы они были стойкие, и стойкие переносили все тяжести и испытания, потому что Аллах Субхану Ва Тааля около 90-х местах в Коране побуждает людей проявлять сабр. И в одном из этих аятов Аллах Субхану Ва Тааля говорит, Аллах Субхану Ва Тааля наделит терпеливых, бесчетным вознаграждением. Аллах Субхану Ва Тааля, Коран просто переполнен аятами, где Аллах Субхану Ва Тааля побуждает терпение. Это является хикмой Аллах Аззаваджал. Это является волей Аллаха Субхану Ва Тааля, чтобы верующие проявляли сабр. И поэтому сахабы побуждали друг друга к терпению. Аллах Субхану Ва Тааля говорит, мы непременно вас испытаем некоторым страхом, недостаткой, голодом, плодами, потерей имущества. Субхану Ва Тааля говорит, всем этим мы вас испытаем. Аллах и деньгами испытывает, и беднотой испытывает. Но верующий-то как должен отвечать? Какой должен быть у него ответ в любых бедствиях? Что любит Аллах и что желает Аллах от нас? Субхану Ва Тааля. Аллах желает от нас, когда нас постигает что-то подобное, мы должны говорить «Инна лилляхи, ва инна илляихи раджуун». Воистину мы Аллаху принадлежим, и к Нему мы вернемся. Уля ик, Аллах говорит, и тем, Аллах говорит, Субхану Ва Тааля, Аллах говорит, тем будет и рахма, и милосердие, и любой хир будет для них. Валилля, илхамду, илминна. Поэтому, братья, Субхану Аллах, все, что происходит, происходит только соизволением Аллаха Аззаваджалла. И мы, алхамду лилля, наша цель, наше обязательство перед Аллахом Субхану Ва Тааля создавать причины, полностью положившись на Аллаха. Мы не полагаемся на причины, мы только делаем причины. Мы только делаем причины, полагаемся на Аллаха Субхану Ва Тааля. И Аллах Субхану Ва Тааля в Коране говорит, «Ва маятта киллях» тот, кто боится Аллаха, то устроит ему выход из положения. «Ва ярзукумин хейсу ля яхтасиб» и наделит его уделом, откуда он и не ждет. «Ва маятта ваккаль аля Аллахи фахва хасбу» а тот, кто полагается или уповает на Всевышнего Аллаха, то он ему достаёт.